Бомба в учебном заведении Междуреченска. Детей экстренно эвакуировали. Прохожие, мягко сказать, в шоке. В полицию поступил анонимный звонок. Сообщили о взрывном устройстве в школе номер 2. Силовики выехали на место. Как оказалось, они так тренировались. Задействовано 216 правоохранителей, 59 единиц автотранспорта, 119 вооружения. Сколько в колокольчике? В колокольчике 23. 23 человека в колокольчике, плюс 2 взрослых. 23 ребенка, 2 взрослых в колокольчике. Да, мы всех никого к школе не подпускаем. Сейчас позвоним. Все. Да, тоже всех распускаем. Всех. Родители забирают. Все. Вторую смену отпускаем. Нам тоже не сказали. Мы не знаем. Подскажешь, что случилось? Телеканал Юнь. Знаю пока ничего. Не скажешь, что случилось? Телеканал Юнь. Мы не знаем ничего. Нас выбери в школу. Спасибо. Экстренная эвакуация во второй школе. Прохожие в панике. Хватаются за телефоны. С опаской проходят мимо учреждения. Что происходит? Главный вопрос для всех. Это учебная тревога, да? Учебная. Информация быстро попала в сеть. Горожане возмущены. Это кошмар. Сохраняйте спокойствие. Или куртка дороже жизни. Комментируют снимки жители в типичном Междуреченске. Это кошмар. Мой ребенок без куртки. Стоял в магазине Светлана. Я очень возмущена. Идут антитеррористические учения. Уважаемые горожане, сохраняйте спокойствие. Ничего не сочиняйте и не фантазируйте. Почему недоучения? Когда будет реальная опасность? Будем плакаться? И что, что они без куртки? Что куртка дороже жизни? 22 ноября 2018 года на территории Междуреченска проводилась антитеррористическая тренировка. Основной задачей которой являлось осуществление первоочередных мер по пресечению теракта на территории Междуреченска. Согласно легенде тренировки, в отдел МВД поступил анонимный звонок с сообщением о том, что школа номер 2 заминирована. Следственная оперативная группа немедленно выехала к образовательному учреждению, эвакуировала обучающихся и педагогов с опасной территории и обследовали учреждение на предмет обнаружения взрывного устройства. Далее по сценарию в помещении техникума курьер принес подозрительную коробку. К месту выехал кинолог со служебной собакой. В коробке оказался муляж взрывного устройства. После чего в ДК имени Ленина сработала кнопка экстренного вызова полиции. Прибыв к месту, стало известно, что условный террорист, вооруженный автоматом и гранатой, захватил трех женщин-заложники. Операция по освобождению заложников закончилась их освобождением. Тренировку провело управление ФСБ. Участники – правоохранители, МЧСники. В операции было задействовано 216 человек, 59 единиц автотранспорта и 119 единиц вооружения. Ксения Колбина, Игорь Докучаев. Новости. Мой Междуреченск.